Здравствуйте, я представитель компании Starrock, и сейчас я расскажу вам о нашей новой игре, а точнее сразу о трёх новых играх GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, и всё это под единым названием GTA Trilogy Haltoran Edition. Да, вы не ослышались, мы решили пойти на финансовые потери и не продавать вам все три игры по отдельности за фулл прайс. Мы надеемся, что игроки оценят нашу щедрость, хотя безусловно, как всегда, найдутся те, кому наше решение не понравится. Например, некоторые злые языки пытаются напоминать, что все три игры нельзя назвать новыми, так как они вышли 20 лет назад. Очень странный аргумент. Во-первых, что есть 20 лет в исторических масштабах? Города, государства, империи существуют намного дольше, и их культура до сих пор актуальна. Взять ту же древнеримскую цивилизацию, без неё наши права и юриспруденции были бы совсем иными. Как видите, даже когда мы лепим отмазы, мы заботимся о вашем образовании и культурном уровне. А веду я всё к тому, что 20 лет – это не так уж много. Разве вы назовёте 20-летнего человека старым? Нет. То-то же. Я думаю, на этом вопрос старости игр закрыт. Мы не делаем старое, мы делаем новое, и GTA 6 не нужна. К тому же, независимо от возраста, игру нельзя назвать старой по одной простой причине. Мы же сделали ремастер. Или ремейк. Мы, если честно, сами запутались и не можем понять, что же у нас вышло. Ведь что есть ремейк и что есть ремастер, никто не знает. Наш отдел философии программирования указывает на то, что ремастер – это, скорее, оправдательный приговор, аргумент, чтобы от игры отстали, ведь это же всего лишь ремастер, а не ремейк. Впрочем, с ними не согласен отдел по связи с преисподней, откуда нам сливают идеи для новых переизданий. Они утверждают, что всё нормас, и призывают не париться. Однако вопрос всё же остаётся открытым. Ведь, с одной стороны, мы привнесли в игру новый движок Unreal Engine, благодаря чему физические свойства объектов поменялись, образовав огромное количество багов. С другой стороны, баги – это совсем не страшно, ведь главное, к чему мы стремились, это воссоздать ту самую атмосферу GTA, чтобы любой игрок описывался от ностальгии и впредь покупал наши продукты, не задумываясь. Как сейчас помню, батя украл с работы старый компьютер, чтобы я мог играть в игрушки и культурно расслабляться. И когда я впервые запустил на нём GTA 3, всё, во что я смог поиграть – это в тормоза, так как компьютер не мог потянуть красоты этой игры даже на минимальных настройках. Однако я прошёл через эти трудности, я играл в 5 FPS, и наслаждался прекрасным сюжетом и неудобным управлением. Именно от этого мы отталкивались, когда делали для вас игру. Прошло всего каких-то 20 лет, и вот я, запуская ремастер GTA 3, вижу всё то же самое. Те же самые тормоза, даже на минимальных настройках. И пускай из ржавого корыта с батиной работы мой компьютер давно превратился в передовую машину стоимостью с хороший автомобиль, тормоза продолжают радовать меня, возвращая в те беспечные времена, когда я был так молод. Возвращает меня туда и по-прежнему неудобное управление. Я не согласен, что индустрия шагнула вперёд, и устаревшее решение устаревшей механики нужно менять на новые, более удобные современным игрокам. Я думаю, что индустрия идёт не туда. Я уверен, что нужно делать игры менее удобными, чтобы игроки не забывали истоков этой индустрии, ведь нужно помнить о корнях, говорили мудрецы. Иначе из-за прогресса игроки начнут требовать серьёзных изменений в новинках, и мы не сможем продавать одни и те же игры десятилетиями. А это, как вы понимаете, неприемлемо. Впрочем, мы справедливо решили, что совсем уж оттаптываться на вашей ностальгии будет не совсем правильно. Как можно наслаждаться одними только старыми багами? Конечно, мы добавили для вас новых. Давайте будем честны, никто не хочет играть в сюжетный режим GTA. Именно поэтому мы не заморачивались переозвучкой диалогов или катсценами, и даже не сделали звук лучше, который звучит так, как будто его записывали на старой и очень дешёвой аппаратуре, что в принципе недалеко от правды. Люди играют в GTA только за тем, чтобы удирать от полиции поля из пушек и давя прохожих, и так часами и годами напролёт. И что может быть приятнее в такой погоне, как провалиться под текстурку асфальта, или же наоборот, врезаться в куст и перевернуться? Как говорит наш юридический отдел, незнание наших физических законов не освобождает игрока от ответственности. Это же касается и невидимых объектов. Мы хотели, чтобы игроки больше задумывались о философском смысле бытия, ведь часто мы не видим очевидного. Это же относится и к дальности прорисовки моделей, пусть они иногда появляются прямо перед носом, это тоже несёт философский подтекст. Как в случае с тем самым невидимым мостом. Как видите, мы продолжаем вешать лап... Кхм... Заботиться о вашем культурном уровне. А видели бы вы, какую огромную работу мы проделали, с любовью перерисовывая каждую текстурку, чтобы игроки могли наслаждаться визуальным качеством. Именно так мы всем и говорим. И пускай скалированием текстуры занималась нейросеть, всё же... Нельзя отрицать и нашего в этом участия, согласитесь. Мы же перекладывали текстурки с папки в папку. Это тоже труд. И совершенно не страшно, что некоторые модели тел стали выглядеть как чернобыльские мутанты, а гамма стала кислотной. Главное, что игра адаптирована под современные стандарты. Мы специально провели исследование и выяснили, что самые популярные игры на персональном компьютере это Dota 2 и Counter-Strike 1.6. А значит, именно на эти современные стандарты и нужно ориентироваться. Поймите, загрузить в нейросеть текстуры и переделать освещение, а также сделать управление ещё более неудобным, чем оно было 20 лет назад, это серьёзный труд. Мы буквально работали 24 часа в сутки без перерыва на Кокс и Орге и в надежде, что игроки оценят эти жертвы. Именно поэтому мы, зная, как мы страдали во время разработки, запрещаем мододелам делать свои моды. А вовсе не потому, что они якобы делают то же самое, что и мы, только бесплатно и качественно. Как вы можете вообще верить в подобное? Скажите, если ваши мододелы такие качественные, то почему они не догадались вырезать половину музыки из игровых радиостанций? Почему не догадались развесить ЛГБТ-флаги по городу вместо флагов этих мирских конфедератов? Где же их толерантное отношение к небинарным цисгеймерам, ассоциирующим себя с игровой консолью? То-то же. Отношение к людям. Вот что важно в нашей работе. Кстати, об игровых консолях. Разумеется, мы не могли обойти внимание владельцев маловарен и разрешили им наслаждаться нашей трилогией тоже. Ведь всем известно, что новейшие консоли разрабатываются именно для того, чтобы играть на них в игры 20-летней давности, а вовсе не в какие-то там новинки. Как сказал один философ, всё новое – это заново проданное старое. Именно такого взгляда мы и придерживаемся здесь, в Starrock Games. Мы же не будем спорить с философами. И вы не спорьте. Лучше купите трилогию GTA. Для владельцев любого игрового аппарата цена игры составит всего лишь 4270 рублей. Что есть 4270 рублей? Это цена одного похода в ресторан. Любой может позволить себе это. Зато купивший трилогию GTA будет греть себя мыслью о том, что теперь он владелец настоящего реликта. Впрочем, выше них станут владельцы Switch'а. Ведь их версия GTA будет уникальной. Во-первых, она будет дороже стоить – 5400 рублей, а во-вторых, средний фреймрейт на ней будет 20 FPS. Согласитесь, такого себе позволить не могут даже современнейшие консоли. И не верьте слухам, что некие энтузиасты взяли версию GTA для андроида 10-летней давности и портировали её на PS Vita и пиратский Switch, где всё работает стабильно. Это лишь слухи, призванные отвлечь вас от наслаждения старой доброй линейкой игр GTA. И видя, как вам нравятся наши творения, мы решили не останавливаться на достигнутом. В следующем году мы передадим права на ремастер GTA 2 таджикской студии Айшхэльгэмэхэльмэ Инкорпорейтент. И она, под нашим чутким руководством, порадует вас замечательным переизданием. А так как всё в этом мире ежегодно дорожает, предлагаем вам начать копить на это переиздание уже сейчас. Более того, мы уже завтра откроем предзаказ. И не страшно, что у нас не готов даже план по сбору отдела для составления плана по разработке игры. Главное, уверенно смотреть в будущее. Будущее, где всё новое, это дважды, трижды и четырежды проданное старое. Субтитры создавал DimaTorzok